Как нам всем известно, кондиционер прекрасно поддерживает прохладу в комнате, но, к сожалению, его использование по всему миру нагревает планету. Поэтому инноваторы прилагают все усилия, чтобы найти новые способы справиться с экстремальной жарой и повышением температуры. Их креативность высока. От приложений, которые помогают пешеходам находить прохладные места для прогулок, до технологий следующего поколения, таких как охлаждающая бумага, снижающая температуру в домах, и порой, чтобы найти какое-то решение проблемы, инженеры обращаются за помощью в прошлое. На жарком и засушливом Иранском Нагорье есть древние сооружения, называемые ловцами ветра. Они привлекают ученых, инженеров и архитекторов со всего мира, которые хотят найти новые способы охлаждать здания. Улавливатели ветра представляют собой обычные конструкции, возвышающиеся над крышами в виде прямоугольных башен. В свое время они сделали эту местность пригодной для жизни. А поскольку они охлаждают здания без использования электричества или топлива, они представляют собой привлекательное экологичное решение. Древние ветроуловители, похожие на дымоходы, используют прохладный ветер и направляют его по всему зданию. Проектировались они по-разному, в зависимости от преобладающих ветров и температуры в местном регионе. Самая несложная конструкция обращена навстречу господствующему ветру для создания естественной вентиляции. Но местный климат сложный, часто ветроуловители имели множество функций, такие как фильтры, пассивные системы охлаждения, путем пропускания горячего воздуха над холодной водой, или же имели разного вида отверстия для учета различных направлений ветра. При проектировании башни также учитывались многие факторы. Например, планировка здания и добавление внутренних лопастей для оптимизации того, как холодный воздух втягивается в дом, а горячий – выбрасывается. Кстати, уже существует стартап, создающий коммерчески доступные продукты в Великобритании на основе древних ветряных башен. Их технология FreeCool будет установлена на недавно отреставрированном международном стадионе Халифа как раз к Чемпионату мира по футболу 2022 года. На сегодняшний день уже чуть ли не каждый третий человек на планете слышал про такой древний город, как Мачу-Пикчу. Но мало кто знает, что одна из загадок Мачу-Пикчу заключается в том, что империя инков тщательно проектировала здания, чтобы выдерживать повторяющиеся землетрясения. Этот район расположен выше двух линий разломов, из-за чего существует высокий риск землетрясений. По словам экспертов, для подготовки города использовались какие-то древние инженерные технологии. Было подсчитано, что уникальный в своем роде город на 60% находится под землей. Также империя инков вложила средства в глубокие фундаменты зданий и обширную дренажную систему из камней, чтобы справиться с влажной погодой. Как писали в своей истории греки, китайцы и римляне, они имели возможность собирать лед и снег уже с тысячного года до нашей эры. Но как с этим справлялись обитающие в пустыне персы? Им приходилось создавать его самостоятельно при помощи вот таких вот необычных зданий. Это яхчалы – древние испарительные охладители, построенные где-то в 400 году до нашей эры. Гигантские конические структуры позволяли изготавливать и собирать лед в холодные месяцы и использовать его в течение всего года для приготовления пищи и традиционного персидского замороженного десерта, приготовленного из тонкой лапши и полузамороженного сиропа. Различные конструктивные особенности обеспечивали прохладу в разных формах – от спиральных конструкций до ветряных башен и вентиляционных отверстий. У некоторых яхчал были отверстия внизу для удержания холодного воздуха, протекающего в обширную подземную часть сооружения, где производился и удерживался лед и отверстия вблизи вершины, через которые выходил горячий воздух. Яхчалы также использовали воду, поступающую из близлежащих гор через древнюю систему каналов. В более холодное зимнее время вода направлялась в большие неглубокие бассейны. Высокие стены днем отбрасывали тень на очень широкие полуметровые бассейны, позволяя воде оставаться прохладной. Как только наступала ночь, вода замерзала, затем разбивалась и попадала в купол, где хранилась в подземном хранилище льда. А между плитами хранимого льда помещали слой соломы, чтобы они не слепались друг с другом. Одним из самых главных секретов на сегодняшний день является то, как художники и мастера более двух тысяч лет назад разработали технологию нанесения тонкопленочных покрытий, не имеющую себе равных даже по сегодняшним стандартам. Ученые добились небольшого прогресса в понимании химического состава многих древних художественных и других артефактов, что имеет решающее значение для их сохранения. Однако оставались большие пробелы в знаниях о том, как позолотчики в Средневековье и в другие периоды наносили такие блестящие однородные пленки золота или серебра на сложные предметы. Эксперты обнаружили, что две тысячи лет назад мастера по золоту и серебру разработали различные методы, в том числе использовали ртуть в качестве клея для нанесения тонких слоев металлов на статуи и другие предметы. Иногда технология применялась для нанесения настоящего золота и серебра. Она также использовалась мошенниками для изготовления дешевых металлических статуй, которые выглядели как чистое золото или серебро. Ученые говорят, что их находки подтверждают высокий уровень компетентности, достигнутый художниками и ремесленниками этих древних периодов, которые создавали предметы высокого художественного качества, и они уже попросту не могли быть улучшены в те времена. К тому же эта древняя технология не имеет себе равных даже среди сегодняшних стандартов, которые применяются для производства DVD, солнечных батарей, электронных устройств и других продуктов. Вайоминг более известен своим невероятным Йеллоустонским национальным парком, но в штате есть и множество других достопримечательностей. Например, удивительный мир Белой горы, полный петроглифов, высеченных в мягком песчанике. Они представляют собой одну из самых близких и ощутимых связей с предками прошлого, которые когда-то называли этот регион своим домом. На территории петроглифов Белой горы находятся сотни резных фигур, найденных вокруг скал из песчаника. Одни эксперты говорят, что выгравированы они были около 200 лет назад, другие же, что где-то около тысячи. Многие петроглифы изображают охоту на бизонов и лосей, геометрические формы и крошечные следы. Но одной из самых примечательных особенностей являются отпечатки ладоней, вытертые на скале. Мнения по поводу их возникновения у экспертов снова разнятся. Кто-то считает, что они были оставлены людьми неизвестной цивилизации, которые значительно превосходили нас по размерам. Но у геологов есть на этот счет более простое объяснение. На их взгляд, такие следы были сформированы из тысяч людей, посещающих и совершающих одно и то же движение руками по скале. Эффект того, что так много людей водили руками по мягкому песчанику в течение сотен лет, привел к тому, что отпечатки их ладони остались глубоко в скале и с каждым разом увеличивались в размере. Но несмотря на все это, на сегодняшний день Петроглифы Белой горы являются одним из самых сокровенных секретов Вайоминга. Ежегодно его посещают около 12 тысяч туристов. И это одно из уникальных мест, где можно узнать о многих аспектах племен коренных американцев в этом регионе. Петроглифы Белой горы Субтитры создавал DimaTorzok